Рунет предлагает продвигать культурные проекты самого разного характера, в том числе и такие сложные, как рунетные спектакли и жанры о трагедии в целом. Далее, как известно, что Рунет появился в 1994 году в нулевые годы. В примерном, в 2000-м стали приходить обычные пользователи, не пугачи, не конкретные специалисты, а обычные люди, которые сегодня являются основным контингентом в сети. И именно когда, в 2000-м году появился сайт Роза.рум, который аккумулировал пишущих людей, потому что он отличался тем, что редакторского барьера не было. Это все лучшее, как он высокого, века, на этом сайте свое произведение. Его используют для вранения своих текстов многие известные авторы, например, «Вадук» и «Несадук» там размещают свое произведение. Но самое главное, что Роза.рум позволила людям разговаривать. То есть интерактивность интернета, то есть возможность общаться всех со всеми, она была реализована тогда, в первую очередь, там. И там было очень много людей. То есть там сейчас порядка семейного произведения, вот уже спустя почти 20 лет. И тогда Роза.рум и ее сайт «Братские стихи» стали такой предтечей глобов. Это продолжался. Люди обсуждали свои произведения. Так, русскоязычные пользователи пришли на прозванную со всех странах. У нас были дома в Корее, то есть наши эмигранты. То есть обсуждали за мной все проблемы, как можно, от творческих до политических, там, да, от проблем с водонаводством, там, каких-то личных. То есть это все время губилило. Очень здорово. Кроме того, творческие люди представляли там свои проекты. Кроме того, почему я спрашивала, когда выходят эти оффлайн-рукодельницы, потому что поэты и прозаики, они только и делают, чтобы выходят в оффлайн. Причем это не сразу началось, не началось. Причем прозвал Графомана, они пошли куда-нибудь, они пошли по себе. Вот. Ну, там они, естественно, достойки. Но, тем не менее, это тоже, вот у них, как они воспринимают это, как, двигатель движения в своем миссературном процессе, потому что, наверное, в усилении, они, конечно же, имеют его успехи и занимаются обсуждением своих произведений. Достаточно быстро про «Зуру» процессируют журнал. Это тот, собственно, праздник по стимулирую. Это вчерашний пост Садрайского, где он обращается с самым временем. То есть там, в том числе, он один из самых популярных блогов его журнала. Идет отличный скандальный лог. И вот сегодня рукаю. То есть я их по этому читаю. Значит, чем, собственно говоря, по «Зуру», в смысле, почему называется «Живой журнал» и почему, чтобы протестить прозву? Более удобная система комиссии. То есть вот то, что называется «Гребовидная система комиссии», когда ты видишь комментарии, на которые отвечаешь. Собственно говоря, у вас со стола удобнее учатиться. Вот. Значит, владелец пытался составить прокурацию в ЖЖ и пределал функционолог, но, тем не менее, ЖЖ победил. Следующим этапом, а, да, еще я хочу рассказать про рекламу в ЖЖ, потому что, да, почему, собственно говоря, я начала с прозву? Потому что стало понятно, что больше всего самые популярные авторы, как правило, оказались те, кто умеет хорошо и длинный писать. То есть создатель не пишет длинный вопрос, но он хулиган, не за счет картин, а за счет своей популярности. А вот, собственно говоря, блогеры, которые из числа обычных людей, не телевизионных звезд, они популярны в основном за счет того, что они пишут интересным. Это, как правило, ну, скажем так, литературообразные тексты, какие-то рассказы, может быть, поиски выкладываемые частями. То есть поэтому площадки, которые позволяют публиковать длинные тексты и обсуждать их, более всего популярны у, собственно говоря, людей, которые могут быть интересны искусственно. То есть почему-то «Контакт» и «Одноклассники» очень легко используются для поддержания этих же фильмов, то есть когда люди заходят за звуки, например, в картинки, развлекаются, ставят, читать это вот сюда. Да, значит, популярность в «ЖЖ» естественно не могла не привести к тому, что им интересовались рекламодатели, потому что соотношение количества читателей и стоимости за рекламный пост, они приводили в выгодность тогда, в третье, чем в том же телевидении, при том, что здесь мы обращаемся в конкретный разговор.